Несертифицированный товар. В Балхаше прошел рейд полицейских и спасателей. Заслуженная награда. Жумагазы Мухаммеджанов удостоился нагрудного знака Дастурдесадак Ардагера. Продолжение следует. В ходе рейда также посетили одну из школ города. Учащимся рассказали о правилах использования пиротехники, а также нахождении на улице после 10 часов вечера. В городе Балхаш специализированных лицензионных магазинов по продаже пиротехнических изделий нет. То есть все, если вы где-то увидите, что реализуется продажа пиротехнических изделий, это незаконно. То есть будут проводиться рейды, выявляться лица, привлекаться к административной ответственности за незаконную реализацию. Пиротехнические изделия, согласно правилам пожарной безопасности, не допускаются применять ближе к 50 метров к любым зданиям и сооружениям, также под кронами деревьев. По словам спасателей, за использование пиротехнических средств несовершеннолетними к ответственности будут привлекаться их родители. В период данного ОПМ сотрудниками отдела полиции будут проводиться рейдовые мероприятия по выявлению мест продажи пиротехнических изделий, а также стихийной торговли по данной линии. ОПМ будет проходить до 3 января следующего года. При выявлении незаконной реализации на улицах, в магазинах и в социальных сетях нужно обратиться в полицию по номеру 102. Около 200 воспитанников шести клубов соревновались на городском чемпионате по джиу-джитсу. Турнир организован спортивным клубом «За радиолог Тим». Поддержку проведения оказал и Акимат города. В первенстве, основанном на боевых единоборствах, соревновались спортсмены от 6 лет и выше. Путевку на областные соревнования получат те, кто достается титула чемпиона. Проходит открытый чемпионат по джиу-джитсу в разновидности джиу-джитсу Невадзе. Это универсальный вид спорта, который развивает не только физические, но и духовные возможности. Первое место завоевали спортсмены клуба «Барс». Второе место за «Балхаш Файтас». Бронзовые медали получили представители клуба «Жангер Топ Тим». Балхарский мастер по стрельбе из лука Жумагазы Мухамеджанов получил награду за вклад в развитие национального вида спорта. Федерация по стрельбе из лука прошла подведение итогов этого года. Это одно из масштабных мероприятий в мире традиционного спорта. Там оценивают достижения и вклад спортсменов и тренеров. Преподаватель физической культуры общеобразовательной школы номер 3 Жумагазы Мухамеджанов был удостоен нагрудного знака «Дастерлес Садак Атуарда Геры». Со всего Казахстана приехали тренеры-судьи, которые развивают наш национальный спорт. В числе достижений мы выделили небольшие средства из фонда «Алмаз Клэш» и приняли участие в двух больших международных соревнованиях. Один в Турции, другой в Болгарии. Были высокие достижения, получили хороший опыт. В этом году, как известно, состоялось большое международное соревнование, посвященное 80-летию султана Бейбариса. Спортсмены были очень довольны. В течение 20 дней мы провели еще одно международное соревнование в Шемкенте. Там я тоже был главным судьей. Стоит отметить, что официально Казахстан определен как страна-организатор пятых всемирных игр кочевников 2024 года. Жумагазы Мухамеджанов станет главным судьей соревнований в сентябре следующего года. Завершился открытый турнир по боксу среди юношей. В финал было отобрано около 50 спортсменов в разных весовых категориях. Как отметил главный судья соревнований Мирас Аспанов, несмотря на юный возраст, спортсмены показали хорошие результаты. Наши соревнования длились три дня. Они прошли на хорошем уровне. В первенстве активно участвовали около 100 юных боксеров. На передовой находятся спортсмены школы бокса города Балхаш. Тренеры Сабит Сакенович, Алмаз Сунтибай. На втором месте подопечный Балхашского спортивного клуба. По окончании финального этапа участники будут награждены по определенным номинациям. Таких номинаций будет три. Лучшая техника, за волю к победе и лучший боксер. Три раунда по две минуты велись бои. По результатам общекомандного зачета первое место заняла школа бокса города Балхаш. Второе за спортсменами из Приозерска. Третье место досталось спортивному клубу Балхаша. Номинация лучшая техника удостоился Асылмурату Ралтаев. Руслан Кулумбеков стал лучшим судьей. Большое спасибо Акимату города, руководству спортивного клуба города Балхаш, который поддерживает и участвует в соревнованиях. Большое спасибо Акиматура. Его оставил зачет. Продолжение следует.